Ежегодно в весенний период на водоемах Московской области проваливаются под лед десятки человек. Многих из них спасти не удается. На сегодняшний день толщина льда на озере Сенеж от нуля до 25 сантиметров. Передвигаться по нему крайне опасно, предупреждают спасатели. Но это не останавливает любителей зимней рыбалки. Стараемся, опять же, откликать рыбаков, предупреждать их, раздаем тематические аффекционные материалы и склоняем их вообще к береговой жизни в этот период времени. Многие понимают действительно и возвращаются. Но есть, к сожалению, у нас безответственные люди, которые в первую очередь не беспокоятся о собственной безопасности. В весенний период спасатели несут службу в усиленном режиме. Проводят ежедневное патрулирование, обход территории и беседы с рыбаками. Дают рекомендации в случае экстренной ситуации. Ни в коем случае нельзя близко подходить к человеку. Обязательно нужно ложиться на лед и ползти ползком. Если с собой есть какие-то средства спасения, там, будь то палка, либо спасательный жилет, кто к собой носит, что-то такое плавучее, длинная веревка кинуть пострадавшему, который у нас провалился под лед, и потихонечку, опять же, ползком его оттуда вытаскивать. Ни в коем случае стоять в ногах нельзя. Водно-спасательная станция «Сенеж» оснащена для спасения людей из-подо льда всем необходимым. И хоть эти спасательные приспособления не совсем современные, но зато самые нужные для спасения человека. Багор для подцепления пострадавшего, лестница, доска с веревкой, концы Александрова, надувные круги и другие инструменты. Но до проведения спасательной операции все-таки лучше не доводить. Хочется обратиться к населению, чтобы люди соблюдали требования безопасности при нахождении на водоемах в весенний период. И отдельное обращение к родителям, чтобы обязательно в эти очень сложные погодные условия следили за сами детьми, не оставляли их от них. По данным спасателей, три года назад в весенний период на озере «Сенеж» провалилось под лед 8 человек. Четверо из них погибли. Не повторяйте их судьбу. Будьте бдительны.